Всем здорова, друзья, с вами Аксаназос и сегодня мы будем смотреть гайд на варды. Сегодня я вам покажу, как я варжу, какие варды есть и как можно их использовать и как задевардить, не тратя много сентри. В принципе, может быть для кого-то это будет ново, а для кого-то будет это не ново. Поэтому, ребят, сорян, если что, в комментариях пишите Азиасрак, Наб и тому подобное. Что ж, ну и начинаем первые варды, которые мы будем обозревать. Это у нас варды у сентов. Возьмем, так сказать, дефолтные варды, потом варды, которые будут помогать в определенных ситуациях и варды, которые нам, в принципе, необходимы для того, чтобы играть каждую игру. Ну, они же дефолты. Да, про дефолты я уже сказал. Поэтому, ребят, поехали. Итак, друзья, давайте разберем же, наверное, самые сначала дефолтные варды, которые можно поставить для команды, чтобы мидеру и нашему керию, в принципе, если у нас вдруг есть лесничок, то, соответственно, чтобы ему было комфортабельнее фармить, что нам нужно саппорту, так сказать, куда нам нужно поставить вард. В общем, смотрите, первые самые простенькие варды, которые у нас тут будут, давайте не будем заходить в сторону с коржей. И мы, 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 некстом уже после того, как обзор делаем на Сентенал, пойдем на сторону с коржей, и там уже будут другие варды. Вообще, в принципе, когда мы выходим на нижнюю руну команды Сентенал, допустим, сейчас ночь, у нас есть несколько вариантов, куда нам нужно поставить вард. Можно, вернее. Можно поставить сюда, можно поставить сюда, можно поставить сюда. В обеих, вот в этих вот, не в обеих, а в трех вот этих случаях вард, самый профитный будет вард вот этот. Но это будет самый дефолтнейший вард и самый такой вард, который будет давать максимально много вижена. Но это очень-очень такой примитивный вард, который, как правило, сразу же снимают. Есть обходы этому варду, но они могут иметь менее, так сказать, полезности, но тем не менее они будут профитны. Этот вард мы убираем, этот самый дефолтный вард, ребят. Вот этот вард будет у нас давать меньше вижена, но тем не менее мы сможем, так сказать, оградить себя от того, чтобы его сняли этот вард. Но этот вард также очень легко контрится сентриком, потому что, как правило, чтобы снять вот этот вард, ставят либо глупо вот сюда, сентрик. Но я сейчас покажу, в принципе, как пользоваться сентрями так, чтобы не тратить их много. Для команды сентов ставится сентри вот сюда, сентри могут ставиться вот сюда, чтобы снять вот этот вард. Возможно, будет здесь какой-то аптерф или вот здесь. Самый дефолтный сентри. Но еще бывает, ставят вард вот сюда. Вот сюда ставят, кстати, вот сюда вот. Но, как правило, этот вард ставят команда с коржей на атаку, так сказать, чтобы сбить с толку. Чтобы вот тут варда типа, ну, как правило, вот сюда сентрик пихают или куда-то сюда, в зависимости от мышления. Но вот такой вот вард тоже есть. Но это, так сказать, вард не для команды сентов, а для команды атаки, так сказать, с коржей будет. Самый, в общем, примитивный вард для команды сентов на деф будет вот сюда. Это самый-самый дефолтный вард, который можно вообще поставить И его, как правило, очень легко контрят одним центрем Если ставить сюда центри, у центри будет возможность снять и здесь вард, и здесь Я бы не рекомендовал на самом деле ставить этот дефолтный вард Потому что, как правило, его очень легко снимают Я бы на самом деле порекомендовал вам ставить ближе вот сюда Но этот вард будет меньше давать вижена Но есть еще вот такой вард, который будет палить руну и будет палить подход. Будет палить вот этот подход, вот этот немного, но этот вард больше идет такой на перемещение по речке, нежели чем к выходу. Самый, в общем-то, дефолтный вард будет вот этот, конечно, о котором я уже миллион раз сказал, но желательно ставить вот сюда, чтобы было видно подходы. А ведь это именно то, что нам и нужно. Плюс этот вард, как правило, тяжелее снимать, потому что всегда ставится сюда и не будут знать, что вы ставите вард сюда. Я рекомендую ставить именно вот этот вард, нежели чем дефолтный. Касаемо девардинга, я уже сказал, один вард ставится сюда. Если вы, допустим, за команду с коржей играете, вам нужно снять вард, вы знаете, что где-то есть вард на речке. И вам нужно его снять, ставится сентри вот сюда, и с этим сентригом вы сможете перекрыть вот этот вард, вот этот, и, возможно, вот здесь, если будет стоять, вы сможете тут его перекрыть. В принципе, очень простенький девардинг и простенький вардинг за команду сентов. Так, ну что ж, в принципе, по этой стороне все. На сторону с коржей мы не будем переходить. Сейчас пойдем на центральную линию. На центральной линии, как правило, команда сентов ставит вард для мидера, либо вот в эту точку, чтобы можно было видеть руну. Сейчас мы свет погасим, ребят, тайм 18. Чтобы можно было видеть руну. Отсюда с этой точки руна отлично видна мидеру. Это то, что нужно. И видно немного подход со стороны, так сказать, атаки. Вот отсюда с речки, как правило, идет ганг. Если мидер за команду сентов, он, так сказать, будет стоять, он уже будет предупрежден. Вот этот вард очень хорошо помогает. Также вард зачастую ставится перед собой, прямо вот здесь. Как правило, все потом спрашивают, а где, зачем вы такие варды ставите? Этот вард ставится сугубо для того, чтобы у вас была возможность видеть оппонента на миду. То есть, вражеского мидера. И, соответственно, чтобы можно было предпринимать какие-то действия, если вдруг крипы здесь. Очень тоже простенький вард, очень профитный, на самом деле, на миду. Но я предпочитаю вот этот вард. Я когда играю на алхимике, я всегда ставлю вард вот сюда себе, чтобы можно было видеть, так сказать, руну. А ведь это именно то, что нам и нужно, допустим, если мы стоим на алхимике. Очень простенький вард. Так, касаемо девардинга, вот этих вардов, если вдруг, и, так сказать, у Скоржей есть подозрение, если у вас есть подозрение, что у Скоржей тоже есть вард, желательно ткнуть в сентри вот сюда, если у вас есть время, вам будет доступно к девардингу. Возможно, у вас вот здесь на хг будет вард стоять, это не исключено. И вот здесь вот, возможно, обсерв противников будет. Поэтому, так сказать, не разбазариваем сентри и поехали далее. В общем, смотрите, касаемо верхней руны, тут есть множество точек, куда можно ткнуть вард. Можно поставить сюда, можно поставить сюда и можно поставить сюда. Также иногда Сентенел использует вот это место для того, чтобы ткнуть вард сюда. Ну, или же вот это вот банальное, дефолтное, так сказать, сюда. Так сказать, в текстуры немного. Это самый такой, можно сказать, один из дефолтных вардов с 83-й карты. Но, но, этот вард тем не менее такой. Я не знаю, я сюда никогда не ставлю. Я либо ставлю вот сюда, не знаю почему, вот сюда не ставлю. Вот хотя вот тут место более дефолтное, потому что я уже привык туда ставить. Но вот здесь тоже, как правило, можно поставить. Можно поставить чуть-чуть выше. Вард где-то примерно вот сюда. Тоже будет не менее плохо, на самом деле. Будет видно уже заход. Если вдруг вы стоите в хардлайне, вот этот вард будет вам отлично пригождаться. Тем, что видно отлично речку и видно отлично заход. То есть мидер, как правило, берет ближний путь и проходит вот здесь. Чтобы, так сказать, не тратить время в ганке или уходит просто на ТП. Но если на ТП, то стопроцентно вы там умираете. Самый один из дефолтных вардов будет, мне кажется, на команде, так сказать, Сентов. Вот именно вот этот. Я уже перешел, да, на команду с коржей. Тем не менее, за сторону, так сказать, перешел. Хотя говорил, что не буду переходить. Давайте убираем этот вард. Убрали хуриона. Найс. Убираем вот этот вард, друзья. И смотрим, какие у нас есть еще варды здесь. Есть отличный вот такой вот вард, который будет давать нам вижен немного вот здесь вот. Будет давать вижен отлично руну, отлично речку. Но это такой, можно сказать, деф вард на подход вот этого. Но я, если честно, не знаю, зачем вард команды Сентинел этот использовать. Также я не вижу смысла абсолютно в этом варде, который вот он. Сейчас я его поставил. Да, видно вот здесь. Можно увидеть лесничка, но не видно руны. Самый профитный вард, как по мне, который можно и нужно ставить, так сказать, для команды Сентов. Это вот сюда, на вражескую сторону. Вот этот вард самый, мне кажется, наилучший. Но это самый дефолтный вард. По поводу девардинга, что можно тут придумать. Сентрик ставится в середину. И мы будем вот так вот видеть вот эту часть. Спокойно, если вот здесь обстоит. Но если вы хотите, так сказать, проверить эту точку, желательно поставить вот сюда. Но в любом случае нет такого Сентри, который бы поставили вы посередине. И видно было бы эту точку, эту и эту. В любом случае придется здесь пожертвовать. Но жертвовать нужно будет с умом. Поставить тогда нужно будет Сентри вот сюда. Сейчас я вам покажу. Сентри нужно будет поставить вот сюда, чтобы можно было видеть. И вот эту точку сюда тоже порой ставят. Опс, я не знаю зачем, но ставят. И будет видно у вас с центрика вот это место. Вот это место будет видно. И немного вы захватите вот эту точку. И еще можно будет поставить сюда центри, чтобы увидеть вот эту часть и вот эту. Но это, так сказать, дефолтная позиция. Просто дефолтная позиция. И все. За команду с коржей мы пока что не переходим. Не переходим. Покикаем эти варды. Далее смотрим. Тайм 18. Сейчас пропишем. Тайм 18. И поехали далее. Смотрите. Касаемо речек мы разобрались. Подведем итог. На речке дефолтнее всего для команды сентов будет поставить либо для мидера вот этот вард. Либо уже зайти на команду с коржей. Потому что у нас тут небольшой дисбаланс по карте. Поэтому лучше будет поставить вард сюда, чтобы было видно и руну и подходы. Это идеальный вард. Это идеальный вариант. И поставить на вижен на низу себе желательный будет вот этот вард. Я считаю, что этот, потому что этот, как правило, очень быстро снимают. А этот вард нужно потрудиться, чтобы найти. И, как правило, сюда его, в принципе, редко ставят. Ставят на 83 карте, но на 85 ставят вот сюда. Вот сюда это будет дефолтный вард. Я не знаю. Я его, честно, не люблю ставить, но очень часто туда ставлю. Вот серьезно. Но он дает очень много вижена. Это то, что, в принципе, нам нужно. Но его быстро снимают. Также я не заходил за эту сторону. Не хочу туда. Уже пойдем на с коржей. Там будем это ставить. И будем, так сказать, делать выводы. Что лучше поставить для команды с сенток? Сюда вард или сюда? Ну, сюда, конечно, будет покруче. Потому что в любом случае вы будете видеть выход. Давайте, в принципе, туда поставим. Уже раз затрагиваем. Так сказать, разберем речку целиком. Ставим вард сюда. Уходим в туман войны. И что мы видим? Мы видим, что, так сказать, у сентов обзор идеальнейший получается. Таким образом, что у нас видно и руну, и речка. Просто идеальный вард. К сожалению, нет возможности такой поставить, как вот здесь. Допустим, на 1 хг будет все видно. Приходится ставить вот сюда, в опасную зону. Так сказать, команда сентов, если ставит туда вард, то это, в принципе, круто. Как задевардить, так сказать, этот вард? В идеале будет поставить в центре именно вот сюда. Не вот сюда, не вот сюда. Но можно вот сюда поставить еще. Да, вот сюда, как правило, команда с коржей стоит. Но если вы с командой сентов, желательно поставить сюда. И вам будет доступно вот тут вот вард видеть. Если вдруг он там есть. Давайте поставим его. Если вдруг есть тут вард, ставим вот сюда. Мы будем видеть здесь вард. Смотрите, причем этот вард такой атакующий Команды сентов, я уже перехожу на скоржей Хрен с ними Этот вард уже такой немного в атаке будет Соответственно, нам будет видно здесь Будет видно, если вдруг какой-то керри здесь подфармливает Так сказать, это вард атаки И тикаем его, чтобы его задевардить Ставится сентри вот сюда Очень простенький сентри И все Касаемо рун, мы вроде разобрались Куда ставить Есть у нас еще, так сказать, вспомогательные варды Которые, как правило, ставятся в лес Эти варды, как правило, у нас ставятся примерно куда-то сюда Чтобы было видно Чтобы было видно у нас Вот эти подходы, вот этот лесочек И вот тут подход, это в принципе дефолтный вард Дефолтный вард Как сделать его не дефолтным Как правило, чтобы сделать его не дефолтным Приходится куда-то что-то там моросить Как правило, можно будет поставить Куда-то вот сюда, даже чтобы Сбить с толку, так сказать Вам будет ближе видно вот здесь вот к тавру Будет ближе видно, вот здесь просто вард и все Более ничего у вас тут, так сказать, не будет видно Чтобы задевардить этот вард, просто достаточно одного сентри Вот сюда я его ставить не буду, все это прекрасно знаете По нижнему лесу погнали Еще есть какие вард? Лайнинговые варды для атаки я не буду обозревать Потому что это дефолтно, вот сюда ставится обсерв и можно зайти спокойно за тавр Это мы обозревать не будем, друзья Самый простенький вард для команды с коржей будет От команды с коржей вард атаки, так сказать, его можно будет поставить сюда Но этот вард не профитен тем, потому что до руны вы все равно не дотянетесь Потому что 85 карта больше Простенько будет поставить обс куда-нибудь сюда Чтобы вам было видно и этот подход, и вот здесь, чтобы было видно Это то есть, если вы хардлайнер с коржей, вы спокойно можете поставить сюда вард И не париться, что вас ганганут Либо поставить чуть-чуть выше, чтобы было видно немного речку еще Просто тут зависит от того, как вы хотите защититься Если у вас вот здесь вард стоит на речке, допустим, с коржей, у мидера И видно вам отход, что кто-то уходит на речку То будет намного проще, будет намного проще Я же вижу смысл в том, что я сейчас вард тут поставил, то, что видно вот этот заход и вот этот Чтобы вам, так сказать, было удобнее, чтобы вы были предупреждены То о том, что уже кто-то идет, вас заходят, вас идут разминать И, соответственно, здесь вот этот заход отлично видно Далее, переходим к вардам Какие еще есть у нас тут варды на этой стороне? На с коржей не переходим Смотрите, смотрим, что у нас тут есть У нас есть вард, так сказать, который будет позволять Который будет позволять нам дефиться в случае чего от тинкера То есть здесь варда, как видите, мы поставить никуда не можем К сожалению, у команды центов тут почему-то с лесом все очень плохо Но есть у нас здесь хайграунд, дефолтный хайграунд Который всегда вардят Как его завардить, правильно, я вам сейчас расскажу В принципе, дефолтно ставим обсерв Вот этот обсерв, по идее, не должен сейчас блокировать спаун крипов Но если мы поставим обсерв вот сюда Он будет блокировать вот этот спаун Потому что хитбокс спауна крипов у нас имеет вот тут вот полосочку И, соответственно, поставив вард ближе сюда к хг Так сказать, ближе к возвышенности, не знаю То вы сможете заблокировать этот себе спаун И дадите понять, что у вас там есть вард Как задевардить этот вард для команды центов Для команды центов будет профитно поставить центры именно куда-то вот сюда И поставить обсерв обратно Для того, чтобы вы смогли спокойненько, так сказать, напрячь оппонента Который придет со стороны с коржей вот отсюда Он поставит здесь вард, поставит вот здесь центры И он не сможет этот центры разбить и, так сказать, даст вам понять, что здесь есть вард И нужно по нему работать Очень простенький тут дефолтный, так сказать, вардинг Есть вард, имба вард, я называю эти варды Их будет несколько, так сказать, в этом видосе Имба вард примерно ставится где-то вот сюда Для того, чтобы понять, зачем этот вард Пишем Time18 Этот вард вообще, в принципе, он менее полезен по вижену Но с этим вардом мы видим лес Видим передвижение А этого, как правило, должно хватить в игре для того, чтобы сделать какой-то мощный мув Касаемо дефолта, я тут сказал Простенькие варды тут также нету ХГ мы не будем обозревать Также далее идем Далее идем Есть еще один дефолтный вард, который, как правило, ставится сюда Хайграунд центов Очень дефолтный вард Также для девардинга желательно ставить куда-то вард команды центов сюда Чтобы он был менее досягаемый Чтобы было дольше времени, более затратно до него добираться и разбивать центры Чтобы, так сказать, оппоненты напрягались Не тратьте центры просто так Да, центры дают вижен, но если у вас есть обсерв, то желательно с центрем воспользоваться с головой Поставьте сюда обсерв и поставьте сюда центры и спокойно снимайте вражеский вард Очень простенький вард Есть также вард, который ставится у нас для того, чтобы обнаружить тинкера, возможно, в лесу Если тинкер прыгает, если у нас уже нету этого тавера То этот вард вам отлично пригодится Просто идеальный вард для того, чтобы обнаружить кого-то в лесу Очень простенький вард, также есть тут аналогичный с этой стороны Ну, про команду с коржей мы поговорим немного позже Отличный вард, также девардить его, в принципе, можно поставить в центре куда-нибудь сюда Чтобы как можно сильнее оттянуть время девардинга Но не стоит забывать, что в таких местах также профитно Потому что, смотрите, если, допустим, здесь стоит вард Ну, как правило, эти варды вообще никто не чекает Вот в этих местах, на эти хайграунды Можно центрячок поставить еще наверх Ведь вы все знаете, что хайграунд дает промах В центре можно открыть наверх, чтобы, так сказать, дать шанс промахнуться Но, допустим, вот здесь вот Вот здесь Проще поставить его так, чтобы оппонент начал обходить Начал обходить, тем самым тратя время больше Нежели чем рандомно выигрывать промах Также у команды с центов есть вот такой вот вард Который будет позволять Видеть заход чужого мидера Под тавер или роумера Очень простенький вард Ну и, в принципе, по девардингу Желательно, я думаю, в любом случае Тут будет, ну, на самом деле, двояко Либо поставить на землю, либо поставить на хг Но, я думаю, поставить будет на хг лучше Потому что тут с любой стороны, как не деварди Ну, со стороны тавера оппоненты не будут девардить Скорее всего, лучше будет ставить сюда центри В любом случае Ну, а зачем, в принципе, ставить центри Если у нас тут стоит обсерв Как мы его будем снимать Для команды с коржей будет профитнее поставить центри сюда И снимать вард отсюда, поставив сюда свой опс Ну, а если опса нет, соответственно, центри на хг и пошли ломать Очень простенько, простенько Так, далее, смотрим Что у нас тут еще есть Есть вард, который дефолтный у нас Дефолтный вард для скоржей Если вы ХЛ, хардлайнер Стоите, ой, для скоржей Для центов, если вы стоите в хардлайне Для центов Отличный вард будет вот этот Струбаете, как обычно, вот эти два дерева Сразу же ставите У вас видно хороший подход Видно здесь Можете спокойно стоять Очень простенький вард Для команды центов, для скоржа Этот вард будет, так сказать, неприятен Тем, что вас не смогут, в принципе, тут загнобить Как-то оппоненты Вы будете сразу постоянно отходить Ну и лишь дефолтный вот этот вард Который поставите Вам будет видно половину подхода Но все равно не будет видно тут Но именно от мидера Вас будет это защищать Не знаю, полезны ли будут вам эти варды Которые я знаю Но, так сказать, этими вардами Какими вардами я лично пользуюсь Я вам сейчас скажу Вот этим вардом я отлично пользуюсь Вот сюда я, как правило, часто ставлю Вот сюда я ставлю вард обсерв Для мидера Также еще порой ставится обсерв вот сюда Чтобы было видно Сейчас туда тпкнемся, поставим Чтобы было видно половину руны Ставим Отлично Отходим Чтобы было видно, понятнее вам Ставится вот сюда вард Для мидера, чтобы вам было видно руну Просто краешком Видите, запомните вот это место Ставится вард Чтобы вот здесь было видно руну Ну и все, руну у нас видно, все хорошо, видно еще немного заход вот этот, да, отлично, это то, что нам нужно. И каким я еще вардом пользуюсь в играх? В играх я еще пользуюсь вот этим вардом, я не хотел заходить в сторону скоржей, но оно все так двояко переплетается, друзья, и поэтому минус тайм 18, 18 делаем и смотрим, что этот вард нам будет давать. Этот вард дает неистовое количество вижена на самом деле, видно руну, видно сторону скоржей, отлично, отличный вард на самом деле, но это тоже дефолтный вард. Вот этот даже менее дефолтный, чем вот этот, вот этот я очень часто использую. В общем-то, какие варды я рекомендую ставить? Если вы хотите за команду сентов поставить какой-то не дефолтный вард, то желательно поставить его либо вот сюда, либо вот сюда, это нижняя руна. Не дефолтный вард за команду сентов также будет являться вот этот вард, это идеальный вард, но он дефолтный для игроков 83 карты, на 85 карте все же я больше ставлю сюда или поставлю вот где-то примерно сюда или сюда, то есть это будут такие варды. Так что, друзья, это команда сентов, не забывайте, что вот здесь вардик отличный, дефолтный, здесь отличный дефолтный, тут тоже дефолтный, хайграунд, тут дефолтный и вот этот, это уже команда с коржей, будем обозревать. В принципе, по команде сентов, по вардингу мы разобрались немножко, про дефолтные варды вам сказал и теперь перейдем на сторону с коржей и будем там обозревать варды, которые можно поставить для того, чтобы геймплей был лучше и, так сказать, разберем дефолтный и не дефолтный варды. Поехали. Итак, друзья, перешли мы, конечно же, уже на сторону с коржей и, соответственно, будем сейчас придумывать вардики, не придумывать, а показывать дефолт и не дефолт для команды с коржей. Очень дефолтный вар для команды с коржей будет вот этот вар для того, чтобы его поставить, да, ну слишком много ума не надо, но не забывайте, что со стороны с коржей профитнее, конечно, и лучше и спокойнее будет, если саппорт просто аккуратненько пойдет, если тут не будет големов, но тут, как обычно, големы и будет ставить вард отсюда. Откуда-то, ну для этого нужно будет, как обычно, помучиться и, так сказать, возможно, застрять даже в крипах и, соответственно, поставить дефолтный вард, который мы уже видели. Это дефолтные варды, так сказать, для команды с коржей, два дефолтных варда, который также показал, как их легко снимать, девардить. Плюс, далее, идем. Для мидера команды с коржей какой вард будет профитный? Очень профитный будет вот этот вард, я его уже показывал. Для команды с коржей вард также, как правило, ставится у мидера вот здесь, прям в подножье, чтобы было видно, так сказать, вашего оппонента на миду. Примерно где-то вард как-то так должен стоять. Его также снимать очень легко, ставится посередине сентрячок. Вообще сентры ставятся посередине и видно вот здесь вот вард, вот здесь, возможно, будет или вот здесь. Еще очень часто команда с коржей ставит вард к противникам вот сюда. Очень простенький вард, который позволяет видеть оппонента и, соответственно, харасить его. Не забывайте также, что, возможно, могут сюда ставить. Очень часто подписчики мне туда его ставят. Не знаю почему, они меня так любят. Так, далее, смотрим. По нижней речке что у нас тут есть? Какой вардик желательно поставить для команды с коржей, чтобы было, так сказать, профитно? Как правило, команда с коржей использует вард вот этот простенький вардик, который позволяет видеть, так сказать, и речку, и все. Но этот вардик мы уже видели. Ничего нового абсолютно, как его снимать я также показал. Команда с коржей, как правило, очень часто пользуется этим вардом. В атаке команда сентов пользуется, как правило, вот здесь вот вардик будут ставить, потому что с этим вардом будет видно, так сказать, вот это место под фарм. Но будет вмешаться вот это дерево абсолютно. Оно тут вообще, его специально тут поставили. Если это дерево мы убираем, то и видно будет и речку. В принципе, давайте мы покажем, что будет видно и речку. Если мы уберем, так сказать, вот этот вард и кикнем. Кикнем этого. Дерево, смотрите, дерево это специально тут поставили, чтобы не было такого читерства, чтобы команда сентов в атаке не делала, так сказать, такой имбалансный вард, чтобы можно было видеть и кемп, и вдруг там у вас свена, он там стаки делает, да. Соответственно, такой вардик менее профитный. Самые дефолтные варды для команды с коржей это будет вот этот вард и вот этот. Девардятся, они простым, допустим, мы с командой сентов заходим простым сентриком вот сюда. И все. Или же вот здесь, для того, чтобы была возможность еще, так сказать, команды сентов далеко не заходить, соответственно, так сказать, не умереть. Все, все простенько. Далее, смотрим по команде с коржей, какие у нас есть тут дефолтные варды. В команде с коржей есть дефолтный вард касаемо вот этого хайграунда. Этот хайграунд позволяет видеть вот такую вот, так сказать, местность, видит тавер, отличный заход, магазинчик. То есть, допустим, если команда сентов идет в пуш, для них этот вард будет идеален. Просто идеальный вард для того, чтобы идти и атаковать. Для Деварда, в принципе, для этого, для Девардинга этого варда, если команда сентов идет, сенты, как правило, тыкают вард сюда. Но, соответственно, если вы команда с коржей и вы сидите на дефе, то желательно поставить сентри будет куда-то вот сюда или даже вот сюда в лоуграунд, чтобы ваш оппонент был, так сказать, вынужден идти, обходить и всю эту тему Деварде. Соответственно, вот такой вот у нас простенький вард. Также у команды с коржей есть здесь вард. Вот этот вард, который позволяет избавиться от тинкера. Команды сентинелл, соответственно, этот вард более такой приятный, потому что видно лесочек. Тинкер, как правило, в антервеллах прилетел. Оп, в лесочек ресторится, ре все делает, реармит. Опа, и обратно прыгает. Оп, закидал, опять, оп, и опять. Этот вард позволит, так сказать, пресечь эти движения и, соответственно, все будет пушкой. Как Девардить его, этот хайграунд, в принципе, лучше, наверное, будет поставить именно сентрячок. Вот сюда наверх, чтобы была возможность промаха, потому что тут двоякая тема. Для команды сентов будет проблематично. Ну, с коржей на деф вряд ли будут сюда ставить. С коржей на деф ставят, как правило, вот сюда вардинг. Вардинг, варды. И, соответственно, чтобы снять этот опс, соответственно, я, наверное, думаю, лучше будет поставить сюда же сентр и, так сказать, иметь какой-то промах. Но эти точки боковые, их вообще никогда никто не вардит, не девардит. Не знаю почему, хотя они очень серьезные. Очень редко, но я ими пользуюсь. Вот если есть Тинкер, я ими пользуюсь. Да, недавно играл, когда ЦМкой. Помню, я туда ставил. Вот, как бы дефолтный вардинг. Есть еще один дефолтный вардинг на стороне с коржей. Соответственно, вот этот вардинг, который позволяет команде сентов видеть намного больше. Видят они подходик, видят они тавр. Можно спокойно загуливать. И, соответственно, вот такой вот дефолтный вардинг у нас будет у команды с коржей для сентов. Но с коржей сюда вард вряд ли будут ставить. Хотя, может быть, какой-то хардлайнер. И поставят для того, чтобы было видно немного речки. Вот этот заходик. Но, не знаю, не вижу профита в этом варде для девардинга. Опять-таки, тут используются сентри прямо наверх. Прям наверх к этому же обсерву. И, в принципе, все. По этой стороне дефолтный вард. Разбираем эту сторону. Дефолтный вард для команды с коржей. Сюда. Дефолтный вард сюда. Дефолтный сюда. Не дефолтный вард. Его туда очень редко ставят. Вот этот вард тоже дефолтный, в принципе, на атаку. Команда сентов, как правило, на атаку могут сюда поставить. Для того, чтобы видеть вот здесь вот оппонентов. И, соответственно, для команды сентов на атаку будет вот сюда также поставлен вард. Очень редко будет ставиться вард сюда. Мидеру. Мидеру. Какой вард лучше мидеру поставить? Я тоже показал. Примерно вот сюда, вот сюда. Или же на команду сентов. На их сторону вот сюда поставить. Далее. Речка. Дефолтный вард. Рассказываю еще раз. Дефолтный вард для команды с коржей сюда. И дефолтный вард для команды с коржей сюда. Переходим в лес с коржей. Тут начинается самое интересное. Мои два любимых, так сказать, варда, которые можно поставить. Есть один из таких дефолтных вардов, который тоже очень любят ставить мои подписчики. Это вот этот вард. Этот вард позволяет видеть для команды сентов атаку. Атаку с коржей. Нету такой возможности поставить здесь вард. Нету имбаланс. Имбаланс. Поэтому это имбавард. Это называется имбавард. Вот это имбавард, ребят. Да. И таких имбаварда еще будет несколько. Этот имбавард позволяет видеть для команды сентов с коржей, которые просто стоят на дефе. Вдруг тут санкин в кустах стоит, хочет, сейчас как хвостом махну и, короче, запрыгну. И, а, все, а нет, а мы его видим. Видите? Вот это имбавард. Имбавард. А также девардица ставим сюда сентричок и все, он девардица. Дефолтный вард будет ставиться вот здесь примерно. Или вот здесь, или вот здесь, абсер, чтобы было видно. Вот этот заход, вот этот, давайте примерно покажу. Это дефолтный вард. Это тоже дефолтный вард. Это не имбавард, ничего. Просто видно. Вот тут немного заход. Вот это, как правило, команда сентов могут сюда поставить для того, чтобы видеть передвижение в атаку леса. Далее, кикаем этот вард. Смотрим, какой имбавард здесь есть. Имбавард здесь будет примерно вот тут. Смотрите. Я называю это имбавардом. Этот имбавард позволяет видеть очень много. Много информации. Смотрите, заход. Это для команды сентов вард. Запоминайте. Имбавард. Просто тут карта, пацаны. Чтобы вы понимали, карта, она, она дисбалансная. 85-й, как и 83-й. Нету баланса в доте. В первой доте нет баланса. Она, карта, непропорциональна. То есть, она не, так сказать, не зеркальная эта карта. То есть, допустим, тут три кемпа, они разведены, а тут три кемпа вместе. Поэтому алхимикам здесь приятнее фарм. И имбавард будет для команды сентов против команды, скажи, вот этот вард. Который позволяет видеть фарм. И вот здесь видит фарм. Этого достаточно. И видит заход. Это первый имбавард, которым я пользуюсь. Далее. Есть еще один имбавард. Который я ставлю примерно вот сюда. Это тоже имбавард, ребят. Почему? Я вам сейчас поясню. Смотрите. Уходим отсюда. Посмотрите, какой вард. Я этот вард очень часто использую с подписчиками. Я боюсь, после этого видоса, кто реально посмотрит этот видос, они начнут, так сказать, девардить. Здесь начнут девардить. Постоянно. Ставить вот сюда сентри. Возможно, чтобы перекрыть вот этот вард. И перекрыть вот этот. Посмотрите. Обратите внимание, что нам видно. Нам очень много видно. Нам видно вот этот подходик. Нам видно вот этот фарм подход. И представьте, если эти два варда ставят, мы видим весь лес. Причем весь лес видим, не ставя на дефолт хайграунд. Очень вот это имбовый вард. Поэтому, ребят, подписчики, очень часто чекайте. И очень простенький на самом деле вард. Я его очень часто ставлю. Далее. Смотрим. Ставим здесь. Есть такой тоже обычненький. Это дефолтный вард. В принципе, для команды сентов. Для команды сентов на стороне с коржей. Очень дефолтный вард. Видно речку. Видно, так сказать, подход. Видно фарм. И можно сделать тоже какие-то мувы. И для девардинга тут особо мозга не надо. Просто сентри вот сюда. Но желательно ставить сентри вот сюда. Потому что, возможно, тут будет какой-нибудь имбовард. Ну и дефолтный. Дефолтный хайграунд, ребят. Дефолтный наш хайграунд, который у нас все, в принципе, позволяет увидеть. Это вот он. Вот он наш дефолтный хайграунд. Стороны с коржей. Очень дефолтный вард. Который часто, блин, сюда вард. Как правильно его за девардинга будет. Если вы команда сентов. То желательно, конечно же, поставить либо сентри вот сюда. Но команда с коржей легко его достанет. Поэтому тут такая двоякая тема. Можно поставить и на хайг. Чтобы был промах. Для команды с коржей. Если в случае. Если вы в дефе, в глубоком. Желательно поставить будет сентричок сюда. Он будет, в принципе, дотягиваться. Но ближе лучше ставить. Как-то вот так вот даже. Он должен, он должен доставать. Он должен доставать. У меня нету, к сожалению, круговых вот этих тем, которых вы видели у некоторых стримеров. Я не уважаю эту тему. Это чисто читерство какое-то. Потому что позволяет более информативно видеть, так сказать, карту. Вот в первой доте это все должно быть такое, знаете, хардкоровое. Ничего не видно. Все тяжело. И, соответственно, вот этот дефолтный вард. И что у нас тут по лесу? По лесу у нас тут ничего нету. Абсолютно. Тут вард никуда не ткнуть. И остаются у нас только, помимо имба, вот эти три имба варда, которые я вам показал для команды с коржей. То есть на их карте. Ну, для команды сентов. Очень популярные варды. Именно в моих, в моих пониманиях. Это очень реально популярные варды, которые легко ставить. И, соответственно, в принципе, это все по вардингу на этой карте. Дефолт, в принципе, не дефолт. Дефолт, это что вы все уже рассказали. Дефолтный хайграунд. Ну и для атаки, так сказать, для атаки вард куда-то можно поставить сюда, чтобы видеть хайграунд. Видеть хайграунд. Видим хайграунд. Очень легко вот эту часть, в принципе, тоже видим. Видите, деревья тоже не зря тут поставили. Тоже пацаны понимают, кто создает карту, что вот этот вард это, так сказать, дефолтный вард. Можно будет также на атаку поставить вард у нас на команду Скорже и вард тоже. Вот здесь вот будет дефолтный вард. Это дефолтный вард. Не дефолтных вардов тут, в принципе, очень тяжело найти, если только ставить их не вот сюда. Но и то, тем не менее, Сентри, как правило, остался сюда и все. Не дефолтным вардом будет вообще вот здесь вот поставить. Если, допустим, играть на Фурионе, то можно карту заварнить именно так. То есть для команды Сентенел в атаке на Скорже будут профитны вот именно вот эти два варда, которые я здесь поставил. Ну и, соответственно, здесь тоже аналогично вард будет ставиться либо вот сюда, либо вот сюда. Я очень часто этими вардами пользуюсь. Ну, либо же дефолтно, как вот здесь я говорил уже, вот здесь вот будет стоять. Или же вот здесь. Вот очень простенькие варды. Что ж, ребят, ну это, в принципе, и все по вардингу. Надеюсь, вы дослушали до конца, потому что очень много информации чисто из своей головы. Не забывайте, что есть варды, так сказать, которые будут позволять вам атаковать. Если вдруг вы играете на пудже, это, так сказать, для вас еще один вард будет. Если вы играете на пудже, очень часто я ставлю второй вардик вот сюда для того, чтобы заходить сюда за лес, видеть тпшку и, соответственно, выхукивать либо отсюда, либо отсюда. Очень простенький вард. И тут также будет такой же вард. Поставить вот сюда можно будет. И, в принципе, не париться, что вы кого-то пропустите. Тоже обычный, это, может быть, тоже дефолтный вард. Но, так сказать, заставляет помыслить немного своей пустой головой. Очень простенький вард, ребят. В общем, если я забыл какой-то вард, есть особый, обычный. Можете поправить в комментах. Ну и, соответственно, написать свое мнение, какими вардами вы пользуетесь чаще всего. Либо пользуетесь дефолтными. То есть, дефолт будет тут. И дефолт будет у нас вот тут. Это не дефолт, это дефолт 83-й карты. То есть, пользуетесь ли вы этими вардами? И пользуетесь ли вы моими имба-вардами, которые я, так сказать, можно сказать, открыл? Вот этот вард. Вот этот вард. Этот вард не я открывал. Ну, вот эти два варда вообще прикольные. Вот этот вард тоже, так сказать, простенький. Ну и, в принципе, это все. Далее и более тут вардов-то нету, в принципе. Ну, вот эти варды очень редко ставят. Ребят, в общем, это все. Спасибо всем, кто посмотрел. 38 минут тестил. И, соответственно, я думаю, хоть что-то полезное вы узнали. Надеюсь, кто-то досидел до конца. И, в принципе, это все, ребят. Всем спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok